Всем привет! Меня зовут Ксения и я возобновляю активную деятельность на YouTube и буду делиться своими результатами, сделками. Многому научилась за эти месяцы и есть что вам рассказать, чему вас научить, поэтому рекомендую подписаться на новые видео. Включайте колокольчик, чтобы ничего интересного не пропускать и не пропускать онлайн-трансляции, которые я сейчас достаточно часто провожу. И в этом видео я вам покажу свои расходы за этот год. Просто, ну, на еду там и так далее, сколько я трачу, зайду прям в онлайн-банке. Расскажу про мои источники дохода и расскажу про два вида трейдинга, которые мне приносят прибыль. Беру телефончик, сейчас захожу в Тинькофф и в Сбер, просто смотрим, сколько я трачу на жизнь. Я не считаю, что это много, я не считаю, что это мало, это просто, ну, многие мне задавали такой вопрос, вот сейчас все увидите. Кстати, брокер Амаркетс дал мне возможность разыграть бонусные карты среди моих верифицированных рефералов. Закидывать ничего не нужно, вам нужно просто пройти по ссылочке в описании к брокеру Амаркетс, зарегистрироваться и пройти верификацию. Две бонусные карты будут разыграны прям в прямом эфире в четверг, остальные четыре бонусные карты будут разыграны в прямом эфире в пятницу, но там я буду выбирать среди всех-всех-всех своих рефералов, кто прошел верификацию, а в четверг прям в прямом эфире, вот в режиме реального времени разыграю. В общей сложности будет четыре карты по 50 долларов и две карты по 100 долларов, и чтобы их активировать, вам не нужно будет ничего своего закидывать, то есть с этих денег, в принципе, можно будет зарабатывать. Если остались какие-то вопросы, задавайте в телеграм-канале, ссылочка также в описании. Ладно, давайте мы переходим к сути видео, я включаю запись экрана, захожу в Тинькофф, захожу в Сбер и начинаю смотреть по месяцам. Давайте начнем с января. Так, январь, Сбер 480 тысяч, Тинькофф 316, ну, около 800 тысяч вышло. Февраль 316 тысяч Сбер, Тинькофф 299, ну, около 600 тысяч. Март 192 тысячи, 67 тысяч. Как раз в марте, кстати, вернулась в Москву, и там особо не на что было тратить. Так, апрель 179 тысяч на Сбере, потратила на Тинькоффе 128 тысяч. Май 87 тысяч, 273 тысячи. Июнь 11, ого, 430. Так, июль, июль 155 на Сбере, 116 на Тинькоффе. 47, это у нас в августе, 278, 80, 50. О, прикольно, всего 130 тысяч. Так, 94 тысячи в октябре, 139. В ноябре 148, 153, декабрь 25 и 44. В принципе, я не знаю, много это или мало, напишите в комментах, сколько у вас расходов. Я просто показала, сколько я трачу на жизнь, но это не считая всяких инвестиций, вот съема хаты, съем хаты это еще плюс 70 тысяч, и так далее, и тому подобное. То есть, есть вещи там, на которых я прогорала, у меня есть еще кошельки Киви. Ну вот, в среднем на жизнь, я так понимаю, если посчитать, выходит где-то 300-400 тысяч, как я понимаю. Опять же, я этим не понтуюсь, я не считаю, что это большие цифры, точнее, это много для моего уровня дохода, вот так. То есть, мне нужно тратить меньше. Потом как-нибудь сниму еще будний трейдер и покажу, как я строю день, и, может, вы поймете, на что уходят эти деньги. Ну, потому что я, в принципе, не люблю себе в чем-то отказывать. Теперь я хочу перейти к вопросу о том, где я беру эти деньги, на чем я зарабатываю, то есть, мои источники дохода. Смотрите, так как про трейдинг мне еще вам хочется рассказать виды трейдинга, я начну с других источников, то есть, там, с партнерских программ и так далее. С учетом того, что я сейчас не веду никаких закрытых групп, там, и так далее, начала вот только в прошлом месяце продавать свои курсы, за этот месяц заработала, ну, продала, так, 20 мест по 100 баксов и порядка 10, наверное, мест по 200 баксов, то есть, порядка 4 тысяч долларов я в этом месяце заработала на продаже своего курса. Далее, я перехожу в партнерские программы, я хочу вам показать. Это все таргет, то есть, в большинстве своем цифры, которые сейчас идут с партнерских программ, это таргет. Ссылки я практически нигде не оставляю на этих брокеров, я просто запускаю, мне удобно, то есть, я плачу бабки, и все на автомате, грубо говоря, выстроено. Так, смотрите, сегодня понедельник, сегодня мне за прошлую неделю на баланс упало 529 долларов. В принципе, по количеству посетителей регистрации вы можете понять, что это рекламные ссылки, которые идут, люди регистрируются, регистрируются, и это еще, он на пассиве будет какое-то время идти, даже если я приостановлю свои вложения, даже если я приостановлю таргет, все равно вот эти вот 2000 зарегистрировавшихся людей, они будут пополнять депозиты и приносить мне прибыль. Это партнерка брокера Pocket Option. Далее, партнерка брокера Binarium, вот он, отчетный период нынешний, который начался 16-го числа. То есть, за раз, два, три, четыре, пять, за пять дней капнуло тоже 514 долларов. Вот, по дням какой доход капает, и также это все на таргете, то есть, никаких сейчас у меня групп нет. Это называется арбитраж трафика, то есть, я людям даю свою ссылку, они по ней регистрируются, и в зависимости от того, какой тариф у меня подключен, это может быть риф шара, то есть, от сливы, это может быть торговый оборот, это может быть что-то совмещенное, и в зависимости от этого капает. На разные места у меня настроены разные абсолютно тарифы. То есть, если я настраиваю холодный трафик там, где люди не знакомы с данной тематикой, то я настраиваю, что у меня идет доход от слива. Если я настраиваю теплый, горячий трафик, то есть, я знаю, что люди разбираются, то я настраиваю трафик от оборота, и все вот так вот потихонечку, потихонечку, ну, грубо говоря, там за неделю две партнерских программы принесли мне там тысячу долларов. Далее. Партнерка брокера Markets мне приносит порядка 200 долларов в месяц. Я, блин, не знаю, еще не разобралась, я абсолютно не смотрю, а просто мне капает, я вывожу, мне капает, я вывожу. То есть, все, что там я на торговую вывожу, и все, что мне капает с партнерки, оно, в принципе, отображается вот здесь слева на кошельке, и просто раз в неделю я вывожу отсюда деньги. Но просто могу вам вот ставки сказать. Например, люди зарегистрировались подо мной, и там сколько лотов они наторговали, и в зависимости от их типа счета капает вот такое там вознаграждение. Один лот – это 100 тысяч единиц одной валюты. Вот, то есть, если торговый оборот того или иного моего реферала составил там 100 тысяч долларов, то вот по всем этим счетам, вот, есть фиксированные, я получаю 10 баксов, есть стандарт, вот на стандарте большинство я получаю там за каждый лот по 6 долларов, и ЕСН, самый невыгодный тариф, получаю 2 доллара. Но, в принципе, я больших надежд как-то на это не делаю, это, знаете, как просто приятный бонус там к основному доходу. Ну, 200 баксов в месяц пока что. Надеюсь, дальше я доведу эту сумму до там тысячи двух. Это на пожизненной основе будет мне приносить пассивный доход. Мне хотелось бы, чтобы данная штука мне приносила там тысячу, две тысячи долларов в месяц просто на пассиве, и я париться не буду. И также я вот этим вознаграждением делюсь с вами, то есть я со своего вознаграждения вычитаю, и вам это возвращается как кэшбэк, то есть за комиссии. Так, получается, у меня три партнерских программы, я вам рассказала, сколько с них доход. С ютуба капает там две-три тысячи в месяц рублей, когда не снимаю, и где-то там от семи до пятнадцати тысяч, когда снимаю активно. Ну, то есть тоже приятно там сто-двести баксов, грубо говоря, на пассиве, я просто занимаюсь своим делом, рекламирую там свои какие-то инфопродукты, и мне с этого капает. Далее, теперь хочу сказать вам о трейдинге. Сейчас у меня есть два основных дохода с трейдинга. Это фьючерсы криптовалюта, криптобиржа Binance и форекс-брокера Markets. Здесь у меня депозит пять тысяч долларов, и каждый понедельник, каждую неделю я начинаю с пяти тысяч долларов на форексе и вывожу к концу недели все, что наторговала. Пытаюсь держать планку пятьсот-тысячу долларов в неделю. Это на форексе. На фьючерсах я каждый день начинаю со ста баксов, например, сегодня я начала со ста, у меня уже сто семьдесят четыре на счету, и вывожу я в конце дня. То есть здесь я стараюсь примерно удвоить, утроить депозит в день, либо у меня бывает просадка либо в тридцать процентов, либо я сливаю. Также здесь у меня сейчас доход держится на уровне от пятисот долларов в неделю. Сейчас, как только заканчиваю снимать это видео, запишу, кстати, вам функционал данного сайта, как открывать сделки, как смотреть и так далее. То есть, чтобы вы знали, где, куда, кого нажать, чтобы можно было торговать. И останется дело только за малым, разработать вам стратегию и торговать по ней. И хочется немножко еще уделить времени и рассказать про такой вид трейдинга, как бинарные опционы. Очень многие про них спрашивают, можно ли на них заработать. Друзья, можно. Я на бинарных опционах заработала на квартиру, на всю технику, которая у меня заставлена, хата, на машины и так далее. То есть бинарки они, в принципе, тащат. Сейчас немножко сложнее с этим стало, но в целом, в целом вы еще можете урвать свой кусок пирога и поторговать на них. Но сейчас лучше сильно не жадничать. Если вы там с депозитов тысячу будете там по 500 долларов в неделю выводить, вам никто ничего не скажет. Если вы начнете бешено прям разгонять, то, возможно, вам начнут вставлять палки в колеса. Если взять, например, форекс-брокера и криптобиржу, здесь компании зарабатывают с комиссией, которую вы им платите. То есть каждая сделка, которую вы открываете, компания зарабатывает на комиссии. Если брать брокера бинарных опционов, там брокер зарабатывает на вашем сливе. То есть брокеру бинарных опционов выгодно, чтобы вы проигрывали, чтобы вы теряли свои деньги. Форекс-брокеру, там любой бирже, любому форекс, кстати, брокеру практически, любой там бирже, любой криптобирже выгодно, чтобы вы торговали, чтобы вы совершали большой объем сделок, потому что за каждую сделку вы им платите деньги прям чуть ли не наличными. Что из всех видов трейдинга выбрать, конечно же, решать вам. Я на бинарных опционах зарабатывала в разы больше, Плюс у меня тогда и по партнерке были больше доходы, потому что у меня была и закрытая группа, и просто бешеный оборот был. Но с момента, как я перешла во взрослый трейдинг, мне прям не хочется торговать на бинарках, то есть бинарки прям свелись у меня к минимуму, на трансляциях там поторговать или еще что-то. Но в целом я для себя выбрала двигаться в направлении взрослого трейдинга, и мне, конечно же, больше сейчас нравится Forex, мне сейчас больше нравится Binance. И пусть я не зарабатываю столько, сколько я зарабатывала, но кайфа я получаю в разы больше. То есть от каждой сделки я кайфую, и я понимаю, что это меня приведет к бешеным результатам. Пофиг, что там и по партнеркам меньше и так далее, но это меня выведет на новый просто уровень трейдинга, на новый уровень жизни и на новый уровень так называемого успеха. В общем, вроде бы я вам все рассказала, суть была рассказать расходы, доходы и виды трейдинга, которые использую. Вроде цель выполнена, я надеюсь, что это видео вам понравилось, если это так, ставьте огромные пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!